Я считаю 72 квартир, только 4 квартиры, которые по факту мешают просто жить в этом доме. То есть вы хотите, чтобы как-то 4 меры переселили, либо какие-то меры принимали? Нет, если этот косяк уплывает, то другим уже будет неповадно, потому что не забывается. Нет, слушай, а какие? Если на последнем, я вам говорю, что 71-я квартира шумника тыкать, при последнем вызове полиции кинулся на сотрудников, заведено уголовное дело. Сейчас идет судебное разбирательство. То есть если у нас сотрудников, там 4 сотрудника приехали, что нам делать? У них холодное оружие, они их не уже пьются. У них как скандалы кидаются, тарелки сверли, даже и падают на машины. У них за здрасте вывезти из окошка и пакет с мусором бросить перед идущим человеком, это нормально. Тарелки летают, да? Это все нормально, только это хорошо. Люди не могут социализироваться. Занимаются не вандализмом, да? Что-то в обоих тоже приносит. Да, срывают зеркала в лифтах, плюют. Потом вот эти вот отходы жизнедеятельности после перевыпитого, в туалет, это периодически ходится. Срываются петли с дверей, выпиваются двери. Да, а обрезается дверь, видимо, нету ключа, чтобы открыть электрон, поэтому периодически перерезается провода, чтобы нужно было просто так повесить. Они на стенах пишут А.У.Е. Вот эти вот дворовские законы, зыковские законы. Да, потому что А.У.Е. И уже как-то вязать, и у них законы специфические, то есть не потому, что вот они такие вот, просто лишь бы наколоть. А, по большому счету, четыре квартиры держат в страхе весь дом. То есть мы просим. У них сдая, они собираются, они между собой общаются. У них свои понятия, они вот любили дружину. Произошел с семьдесят первой квартиры рецидент, он мне тут в двери выбивал с ножиков, я вас, суки, порежу. А за что, из-за чего она начала сказать? Не знаю, я слышала, только с собой, да, начали что-то. Да, 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 он пришел в восемьдесят четвертой квартире, и он кричал-то, я вас с ножом, я вас порежу, там, и все в этом духе, это я образно говорю. Естественно, что он делал, я вызвала полицию, я вызвала в шесть, а не в полдвенадцатого только приехал. Ну, это и тут уже началось с заломом драк. С сотрудниками полиции, да. Они их туда в машину, кей оттуда, они их туда, кей оттуда. Ну, они их забрали, через несколько часов утром они уже здесь ходили, а у него там говорят. В восемьдесят четвертой у меня сосед, он сидевший, он тут с ножами бегает, у нас в восемьдесят третьей квартире, женщина, она говорит, я просто, ну, вижу, он ночью и выходит с ножами. Полицейские ножом называют дом Латона Проплятой, потому что у них тяжкие статьи, у них квартирные гражи, разбойные нападения, тяжкие телесные. Ну, мы можем даже просто поскучать в восемьдесят четвертой, чтобы вы извесняли, кто там у меня пришел. Там кто-то есть? Они не открывают, у них даже в руки. Они не открывают, они не открывают. Они не открывают, они вот, слоняя рука, у него уже. Повыжать, у нас, ну, повыжать. Да, там кто-то есть, не слышно. Да, там кто-то есть. Ну, мы даже застолили. В последнее правильное отдел образования я писала, мы всеми соседями подписывались, они написали, что идите на Бориса Глебского. Это тот фонд, который заключал договора, вот эти вот соц. Мы поехали туда, нам сказали, что мы сделаем, если это выдал город квартиры. То есть хотя бы они это при выдаче, они даже не проверяют, кому они выдают. И они об этом, получается, знают. Если пришел к мне квартиру с последним интендентом глава, скажите, не Золотарев, а как его отдел образования, он говорит, да, он сидевший. То есть, а он как не живет? Да, он в курсе, да. Они в курсе, кто, что, как. Со второго объезда, да, он врачок, бойтесь. Он со справок, да. У них четко прописано 16 пунктов, что договор для расторжения. То есть там, как получается, первый пункт, это неуклада за коммунальные услуги более 6 месяцев. Нет, эти все пункты, конечно, нарушаются. Значит, неуклада коммунальных платежей. Более 6 месяцев уже год не оплачивается. Уже год не оплачивается. Нарушение правопорядка. Нарушение тишины и спокойствия соседей. Потом вот этот вандализм, как это назвать, я не знаю. Да, разрушение жилого имущества, то есть интересов соседей нарушения. Там четко, я вам покажу, там четко прописано. В отдел образования, в администрацию района обращались. Приходили один раз. Мы тоже боимся к нему идти. Что нам делать? А как нам мамочка может, скажите? Дома собираешь не столько, а 300 подписчиков за раз собираешь. И все без толку. Наше обращение просто не реагирует. Ну да, в последний раз полиция приезжала на мой этаж, потому что с 27 квартир они выбивали дверь. Они хотели научить тех молодых людей, как правильно нужно жить. И ведь это была драка, фотосовка, выбитые двери. В итоге полиция приехала в 2 часа ночью. Да, приехал парень выселять квартирантов из своей квартиры. Видимо, где-то они встретились. И кому-то что-то не понравилось. Сначала поднялся один, поднялся трое, потом еще трое. Потом началась вот-вот-вот. То есть они хозяин, у них хозяин, а мы тут хозяин. Приедет к нам летом, тут детей как муравейники. Но при этом, при всем, эти наши дети видят вот эту наркоманию, вот эти выбитые двери, вот эти плевки, маты. Где росло наши дети. Постоянные драки. А если что-то случится, кто будет за это отвечать?